Доброе утро, Танзания! Хелло, Африка! Если кто-нибудь от нас слышит, конечно, вряд ли. У нас в гостях Ирина Грибова, она проводит нас в эту замечательную страну. Доброе утро, Екатерина! Доброе утро! Давно вы были там? Ну, давненько, пять лет назад. Как ваш выбор пал на такую, не самую популярную для туристов, мне кажется? Ну, да, да. Это была мечта, раз, это... Африка была мечта, да? Да, Африка была мечта. И просто я люблю нестандартные путешествия, приключенческие, поэтому выбрала Танзанию. А вот когда вы поняли, что вам хочется в Африку, как вы выбрали и какую именно страну Африки хотите посетить? Их же там очень много. Африка большая, да? Да, Африка большая. Как выбрали, почему? Почему выбрала? Потому что Килиманджаро. Раз, это прям от Киплинга, как бы, с детства. И второе... Красная шапочка, да? А-а-а, в Африке реке вот такой ширины, да-да. Красная шапочка про всю Африку поедет. А-а-а, да. Как это делал бегемоты? Еще был билет, внезапно увидела, что распродажа, и билет довольно дешевый был, поэтому я сразу его взяла, а потом уже начала предлагать знакомым друзьям присоединиться. А-а-а. И в итоге вы ездили одна или с компанией? А с компанией, да, получается, что я как бы взяла организацию на себя, то есть поиск там маршрута, договоры, все-все-все, с гидами. А-а-а, ну, ко мне присоединилось еще трое человек. А если не секрет, лет пять назад вот это большое путешествие обошлось вам по скидочным билетам, ну, примерно. Да, я специально даже посмотрела цены сейчас, чтобы сравнить, тогда еще доллар был 30, поэтому обошлось в 2000 долларов. Это всего, на все про все? Да, и тогда это, ну, тогда это было 60 тысяч рублей, а сейчас это уже 120. Ну, существенная разница, два раза. Ну, это только за счет долларов, в принципе, там получаются оценки такие же. Это учитывая все, и питание, и проживание, и какие-то там экскурсии. Да, да, у нас просто было восхождение на Килиманджаро и сафари в национальном парке, на Горо-Нгоро. Мы хотели еще Занзибар, но времени просто не хватило, поэтому... Вот, давайте поконкретнее пройдемся по достопримечательностям. Во-первых, начнем с Килиманджаро, и я уверена, что это не единственное прекрасное место в Танзании. Давайте по порядку, что сначала, что потом. Что вам такого, да? Что вы лично советуете от себя посетить всем, кто туда соберется? Почему Кили-Кили-Кили-Кили-Килиманджаро? Потому что это крыша Африки, это самый легкий из вершин, самая легкая из вершин, 7 вершин есть программа такая, она самые высокие вершины всех континентов, и вот Килиманджаро из них самая легкая, самая доступная, и поэтому туда так много людей и хочет, и едет. А вы занимаетесь альпинизмом или увлекаетесь? Ну, муж мой альпинизмом занимается, а я так иногда. Делентантизм. В рюкзаке, да? За спиной? Нет, если бы. Это, конечно, хорошо, но нет. Бывает, да, у меня вершины там Велуха, Эльбрус и вот Килиманджаро. Ну и как там? Там. Там выше облаков. Там на самом деле потрясающие виды, когда идешь над облаками и хочется по ним прыгать, потому что они такие мягкие, божистые. Белокрылые лошадки. Очень опасно. Да, конечно, это очень опасно, но вот прям тянет. Что ж вы мчитесь без оглядки, да. Так вот, еще, кроме Килиманджаро, что еще вас впечатлило, куда вы еще советуете направиться? Это национальные парки. Танзания, она славится своими национальными парками. Там их много. Самые известные Сиренгети, Нгорангоры. Там можно увидеть всех. Это не зоопарк, это совсем не похоже на зоопарк. Похоже на мультик Мадагаскар 2? Это похоже на король лев. Король лев 1, 2, сколько их там, 3? Не знаю, не помню. Но Акуна Матата, это вот оттуда. И они часто произносят эту фразу, и мы смеялись сначала. Они говорят, почему? Мы говорим, ну у нас мультик такой есть. Они, да, да, нам рассказывали. А, то есть это не выдумка? Это действительно. А сначала типа все хорошо? Да, нет проблем. Они очень часто говорят Акуна Матата. Вот это да. Прикинь. Вообще шок у меня сейчас. Я как будто на Килиманджаро зашла. Здорово. Ну вы пешком там ходили по парку или на джипе? Нет, по парку, конечно на джипе, потому что там были все. Ну кого вы там видели? Скажите. Мы видели львов. Всяких. Всяких львов. А правильно? Ведь нет ни одного похожего друг на друга льва. Они все разные. Да и люди тоже сошлись. Ну на самом деле всех. И жирафов, и гиппопотамов, и слонов, и леопардов. И даже видели охоту гиен на антилопу гну. То есть естественно нам не дали ни ногой ступить на землю, потому что все равно опасно. А вот как, да, животные реагируют на то, что привыкли, да? Они вообще как будто привыкли, да? Да, наверное. Не замечали они нас. Я думаю, а не может ли быть, что это тренированные гиены, чтобы ради зрелища, для туристов там они поиграли в охоту, нет? Нет. Потому что мы хотели... Машина закрытая? Нет, машина, ну конечно сбоку закрыта, а сверху такой сафари тип, она открывается и можно фотографировать, вылазить наверх. Ненадолго, да? Нет, почему? А ты вылез такой, обратно села, головы нету. Ну вот да, у нас был один момент такой, мы близко подъехали к слонам, и водитель стоял и говорил, ну остановился, сказал вообще не шевелиться, не произносить ни слова, потому что слон может перевернуть машину. Ну у нас конечно не получалось молчать, но слон нормально так, ну посмотрел на нас и пошел в другую сторону. Мог бы хоботом махнуть и все. Смотрите, мухи какие-то, пошел я дальше. Ну и львы конечно интересно было близко их увидеть, но мы близко не подъезжали, потому что они там резвились. Поэтому как бы тоже не разрешили. Он говорит, вот смотрите в бинокль, ну там фотоаппаратом приближайте, но близко к львам не поедем. А выходить разрешили там, где зебры паслись и где фламинго были, вот там разрешали выходить. Ну и страусы тоже были. Удалось их потрогать? Нет. А где страусы разрешали, я слышал, что они тоже бывают агрессивные. А мы на самом деле, когда вышли, мы подумали, что наверное зря, потому что большая птица такая. Я знаю как спастись от страуса между прочим. Ну давай, песок в голову. Нет, надо взять палку, которая будет, ну длинная палка, да, если ты ее поднимешь, она будет выше чем страус. И на нее надеть какую-нибудь, ну типа кепку, шапку и поднять. И он подумает, что это еще больше животное, чем ты, чем он, да, и убежит, испугается. Пробовали? Нет. Нет, мы просто спотали и ушли. А вот эти экскурсии, которые по парку на джипах, их вы как советуете заранее бронировать? Или это там можно как-то сделать на месте? Или это вообще включено в тур? Обычно, да, включают, ну стараются включать, потому что в Африку не часто же ездят. Надо все, все охватить. И стандартный, конечно, вариант это восхождение, сафари и Занзибар. Ну это такой прям супер насыщенный вариант. Но мы от такого отказались, потому что у нас было восхождение дольше, чем обычно. И сафари мы уже на месте взяли, потому что еще два дня хотели, ну просто по городам погулять. Смотрите, именно не туристическую Африку посмотреть. По городам погуляем сразу после рекламы, прервемся неодолго. С чемоданом у нас в студии прямо сейчас Екатерина Грибова и мы в Танзании. И напугала нас тут за эфиром Мухой ЦЦ, там, но, говорит, ни разу не видел. Ни разу не видел. Итак, мы прошлись по традиционному, такому стандартному туру восхождения на Килиманджаро, сафари. Занзибар еще прозвучал. Ну вообще, что это для чайников? Это остров. Остров Занзибар. Что там делать? Я только песню знаю у Кири воробески. Занзибар, Занзибар. А что такое Занзибар? Вот это все я знаю, что про Африку. Остров, да? Да, остров с супер крутыми пляжами белоснежными и лазурным индийским океаном. Ну это типа Мальдив, но не настолько раскрученный. Но, конечно, недешево. Там просто наслаждаться видами, да, пофотографировать? Да, там можно купаться, дайвинг, серфинг. Какие-то фрукты срывали прям с куста, ели? Нет, такого там нет. Ну мы были уже, ну мы были, получается, в конце зимы и в календарной. И как-то сильно не было. Ну, конечно, на улицах там продавали много разных фруктов, но вот не срывали. Кстати, в какое время лучше туда отправляться? Ну вот сейчас. У нас лето, у них зима. А у них даже сейчас, я думаю, не так жарко, как у нас. А, то есть в смысле, чтобы не с ума сойти от жары, да? Да, вот когда у нас зима, у них лето. И там до сорока, и большая влажность, и не стоит. Ой. А вот летом, то есть где-то с июня по октябрь. А где вы жили? Это отель, это какие-то бунгало, что? Ну, на восхождении мы жили в палатках, конечно же. А вообще? Да, вообще есть там отели, конечно. Нормальные отели, да? То есть как везде. Прекрасные отели вообще меня поразили. На самом деле, Танзания меня поразила уровнем сервиса. В России нет такого сервиса, к сожалению. Там себя чувствуешь реально белым человеком. Но они были колонией, может быть это как-то сказалось, и отели остались такого колониального типа. Ну, красивые прям, очень красивые отели, и очень нехороший сервис. Прям? Не сказала бы, что за большие деньги. Ну, то есть нормальная цена. А сколько длилось восхождение? Восхождение у нас длилось шесть с половиной дней. Ничего себе. Шесть дней платочки. Нормально. Сильно вы были нагружены, с собой же все нужно брать там еда, вода. Ой, у нас на четверых человек было 13 портеров, гид, два гида даже. Да, и повар. То есть они несли все. Мы шли только с маленькими рюкзачками. Мы говорили, зачем нам столько, мы же русские, мы сами можем все. А они, нет, нет, так нельзя. Что касается еды. Вот у нас были в гостях черные парни, они мне говорят, что вот в Африке все любят мясо, мясо очень вкусно, мы едим мясо постоянно. Это так или нет? Мясо много. Ну, мясо курица у них в основном. Льва не едят? Нет, слава богу, не едят. Что вы такого ели там, чего у нас нет? Вот когда мы пошли уже по городу гулять и хотели как раз таки попробовать национальное что-то местное, потому что кормили нас европейской едой. А мы пошли и вот нас гид думал, наверное, удивить. Угостил супом с потрохами. Ну, то есть куриные там были желудочки, сердечки. Солянка какая-то, да? Ну, то есть и ножки. Оно мы сильно не удивились, потому что, ну, как бы... Вкус куриного супа обычно. Просто только что там внутренности эти планы. Очень много всяких внутренностей. И все, и больше ничего такого, да? И еще там такая каша была. Я так и не поняла, из чего она. Мы не смогли перевести. Ну, видимо, их местная какая-то крупа. Но она похожа чем-то на кукурузную, только мельче. И вот они ее как... Еще мельче, чтоб порошок. Ну да, прям вот такая плотная была. Иногда лучше не знать, из чего готовиться. Вы говорили, что еще оставили себе пару дней для того, чтобы погулять самостоятельно. Где были, на что смотрели? Мы первым делом отправились в гости к нашему гиду, с которым сдружились. Это в соседний город поехали, Аруша. И мы просили его показать именно районы, где живут... Как живут настоящие коренные танзианцы. Он подготовился, взял друга. Там договорился, видимо, с какими-то семьями, у которых побольше хозяйства. И привел нас в такое гетто, где мы бродили довольно долго, до вечера. То есть мы были в нескольких семьях, смотрели, что они там делают. Ну и как они живут? Не опасно, нет? Что вас удивило? Ну, с ним было не опасно. Но, наверное, когда мы выходили, мы видели пару человек с автоматами и подумали, что, наверное, одним сюда не стоило идти. Но нормально все было. Что-то из их быта особенного вы отметили, какие-то привычки, традиции, какие-то вещи непонятные. Ну, на самом деле, простые люди, наверное, везде по одинаковому живут. Ну, то есть они, там, держат хозяйство каких-то, там, курей, коз, коров. Ничего особенного такого не делают. Ну, выращивают немного овощей. Вообще, все как и везде, только что с разницей в цвете кожи и в уровне, наверное, жизни. Ну, там довольно бедный район был. И, ну, так, немножко заброшено. Какой-то лайфхак можете посоветовать что-то для тем, кто собирается? На чем сэкономить, куда лучше не ходить, что с собой взять в такое путешествие? Ну, если хочется сильно в Африку, наверное, главный лайфхак – это не подстраиваться под определенную дату, а смотреть за распродажами. И вот если она есть, эта распродажа, и там, например, 20 тысяч туда-обратно, то надо брать и потом уже все планировать. Потому что, наоборот, обычно получается дороже. Окей. Спасибо большое. Но это еще не все. Мне даже показалось, что эта отбивка у нас немножко африканская стала. Да, да, да. Екатерина, расскажите нам забавную историю жизни, коротенькая, напоследок. Она будет немножко туристическая. Это было очень давно, и мы с ребятами ходили в поход. И у одного мальчика был первый раз на высоте, и горняшка случилась небольшая. Ночью мы проснулись от того, что Саша выходил в рюкзак. Ну, в прямом смысле этого слова – он выходил в рюкзак. Мы пытались его остановить. Говорили, что двери там показывали. Он говорил – нет, я выхожу. И влез в рюкзак. То есть остановить его было практически невозможно. Мы забили, легли спать, он залез в рюкзак и... Ну как, он залез наполовину, естественно, сколько влез. Там пытался как-то открыть. Да, это было очень смешно. Все видится. Но утром мы ему рассказывали, он не верил, конечно. Ну что же, вот 21 век, как было снять? Это было, когда еще не было соцсетей и гаджетов. Всякое может случиться, будьте осторожны. Особенно на высоте. Спасибо. У нас в гостях была Екатерина Грибова. И мы путешествовали по Танзании. Спасибо большое еще раз.